То есть тут ничего такого серьезного нет, потому что мы это видео для себя записываем, просто чтобы потом тысячу раз не рассказывать, все одно и то же каждому по отдельности. То есть это у нас не для публики видео, а для тех, кто будет заниматься воплощением этих проектов. И то, что я буду рассказывать, это результат сессии, которую мы сделали позавчера, смоделировали. Ну и я тут нарисовал таблицу, которую собирался нарисовать и попытался предварительно некую сортировку сделать. Самое главное, самое первое, что у меня получилось и самое важное отличие от того, что до сих пор было, это то, что по крайней мере я сформулировал, что есть отдельных целых шесть направлений, или их можно назвать там факультетами, или еще как-нибудь назвать, и что Академия в принципе это только один из них, и в формат Академии не влезают многие вещи, которые даже в принципе уже существуют в виде тренингов, из-за чего возникает желание как-то это все на сегменты поделить, и с этим более четко разобраться, более четко понять, кто за что отвечает. Потому что идей как бы много, они такие хаотичные, непонятно все куда идут, и так далее. Я пока моделировал, я там с одной стороны моделировал, что под каждое направление нужно, про это чуть попозже расскажу, потому что в этом будет, в этом видимо будут состоять обязанности шляпа того, кого мы назвали куратором, ну или деканом, я не знаю, факультета, если это факультетами называть. То есть, что примерно сейчас должна раскладка состоять, по моему видению на данный момент. Ну и вероятно, на первых этапах я это как-то сам буду стимулировать и наполнять, по крайней мере на стартовой позиции, там дальше посмотрим. И у нас вот эти шесть факультетов, они получились, как ни странно, пока я их раскладывал, они в какой-то степени начали соответствовать этим уровням, здесь, помню, стулья стояли, уровнем разного эго, от телесности до духовности. Ну и, соответственно, как-то вот такая интересная схема получилась. И так, значит, получилось у нас, что у меня здесь написано, ясная практика жизни, идея ясной практики жизни, что это некая такая эффективно работающая система, план жизни по всем вот этим вот областям жизни, и по дню создается портал с этими направлениями. На этот портал приходят пользователи, и пользователи могут зайти в тот раздел, который их интересует. Ну и получить там знания, навыки, может быть, даже иногда приобрести некую профессию, улучшить свое состояние, найти единомышленников, ну и вообще как-то приобщиться к некому подходу такому, да, которым можно назвать там, не знаю, по аналогии ясным подходом, по аналогии с чистым подходом, да, некая там ясная философия. Вот, ну и, соответственно, вот как бы прописалось, прописались такие четыре, нет, шесть факультетов, да. Вот, я сейчас про них немножко расскажу. Так, где они мне тут написаны? А, то есть картинки у меня пропали в файле почему-то. Так, первое у нас, ну такой факультет или нулевой, можно его назвать ясное тело. Наименее разработанное, надо сказать, потому что я никогда его не считал каким-то важным направлением именно для себя. Вот, но начиная с первого сезона Академии несколько раз подчеркивали момент, что тут несколько участников подчеркивали этот момент, что нужно что-то обязательно, чтобы было про тело, вот. Ну и глядя на выпускников, которые пошли заниматься там цигуном, всякими такими вещами, видно, что, наверное, им это как-то нужно, а нас этого как-то нет. Ну и надо сказать, что здесь не обязательно должны быть прям вот что-то такое придуманное мной. Это просто как бы идея такая альтернативного, целостного, ну вот ясной практики жизни некой, да, по примеру, скажем так, Кена Уилбера, как я уже говорил, да, у него там интегральная практика жизни, у нас ясная практика жизни на основании того, что там я знаю. Значит, ясное тело. У нас есть некоторые модули, которые, в принципе, к этой теме имеют отношение. Это такие модули, как ясное тело, ясное здоровье, в какой-то степени соло-практика первая, которую любит Игорь Ханди очень сильно, и некоторые другие. Ну и есть некоторые тренинги, которые, конечно, там можно к разным вещам относить. Есть, например, тренинг «Ясная реальность», который должен был быть посвящен объективным процессам, который я никак до конца не додумаю. И вот здесь он тоже может входить вот сюда, да, то есть такая вот профессиональная программа. Подборка тренингов из тех модулей, которые есть, вот к этому относятся. Ну и, как я уже сказал, возможно, здесь кто-то будет заниматься более профессионально в этой области. Честно говоря, я не знаю, кто здесь может быть. То есть какие-то хвостики я хватал, хвосты. И основной, как я начал писать, основной триггер, да, или там потребности, или запросы, это то, что многие люди начинают понимать, что традиционные системы оздоровления, такие как медицина, как-то не очень хорошо работают, да, и если у тебя что-то серьезное более-менее возникает, все равно приходится самому разбираться. Вот, и как-то, в общем, в это дело вникать и втыкать. Я, честно говоря, не знаю, насколько вот эта вот миссия, которую я там на себя возлагаю, реализуема, да, но продвинуть в этом направлении хочется. Потому что последние несколько лет я все больше и больше убеждаюсь в том, что вот проблема современных людей заключается в том, что все очень узкие специалисты, мало в чем разбираются, вот, и даже когда ходишь там к специалистам, которые занимаются там общим оздоровлением, пропагандируют некий там целостный подход, все равно как бы видишь, что вот у этого цигун, он там все объясняет цигуном, у него сплошной цигун, и только от цигуна все происходит, там, вот, кто не умеет, все, значит, все болеют после этого. И потом идет там натягивание, вот я у Владимира видел на сайте, там, притягивание за уши, что там дальше идут эмоции, дальше идет ум, там, и так далее, хотя смотришь, понимаешь, что никаких эмоций, никаких ума тут нет, это, в общем, практика медицинская, вот, и, в общем, как бы, следующие модули там кардинально недоработаны, ну, это примерно, как я говорил, как у Живарада, там, есть семинар по гнутью ложек руками, да, и там говорится, что есть еще вторая ступень, где намерение мгнуть, но только этой второй ступень никто не проводил, никто не знает, как она выглядит, вот, так и здесь очень часто, или там приходит человек, он там, допустим, чистит печень, вот он объясняет, что все, человек из-за печени, короче говоря, там, вот, печень почистил, все прошло, сразу выздоровел, или кто-нибудь там занимается позвоночником, говорит, вот, позвоночник, это основа, вот, позвоночник вылечил, все остальное оздоравливается, там, и так далее, и так далее. Вот как-то не знаю, насколько здесь будет возможно, да, посмотреть на то, как это вот совмещается, Допустим, та же самая германская новомедицина, она явно содержит некие такие интересные закономерности. Неизвестно, насколько они широко к жизни реальной применяются, но какая-то попытка была сделана, по крайней мере. То есть нарисована какая-то схема и сделана некая попытка систематизировать имеющиеся данные под эту схему и сделать из нее какие-то выводы. Но это дело у нас пока мало изучено, и в него надо вникать, ну и как-то нужно продвигать это дело. Да, написано у меня, основной триггер ненависти к Министерству захоронения Российской Федерации. Ну если посмотреть, допустим, того же Кена Уилбера или Тимоти Лири или Роберта Антона Уилсона, там есть такой нейросоматический контур. То есть там есть три единый ум, первый там рептилия, потом лимбическая система эмоциональная, потом ментал и потом интуитивный ум там идет, так называемый четвертый. А еще верхние четыре контура, эта идея еще у Гурджиева там появилась в свое время, такая супер рептилия, называется нейросоматический контур. Это когда человек получает прямой доступ к телу и может его как-то исцелять, короче, пребывая в неком измененном состоянии. Ну и соответственно такие же супер контура есть для всего, да, есть там нейро какой-то там еще, который вот с эмоциями, там супраментальный какой-то уровень, да, и какой-то там гиперинтуитивный, там, в общем, что-то типа того, квантовый, нелокальный, по-моему, последний называется у него, что-то типа такого. Ну, то есть идея такая есть, то есть как-то вот заниматься чем-то таким, вот. Я уже говорил, что у меня есть какие-то наработки под ясное тело, книжки есть, которые я подобрал, вот. То, что мы тогда вот сессии когда-то пару лет назад смоделировали, там некий сортировщик, он работает, то есть там все складывается в папочки. В какой-то момент количество в качество переходит. Вот это первый такой факультет, да, физкультурный, короче говоря, вот, ясное тело. Не могу сказать, что прямо у меня там горит душа сильно этим заниматься, лично у меня. Вряд ли я эту тему там смогу как-то систематически поднять и продвинуть, вот. Но она явно есть, она явно есть, ей нужно заниматься. Вот, я иногда от этого как бы страдаю, у меня такая давно наблюдаемая такая тенденция, то есть когда я к какому-то прихожу, мне хочется сразу, чтобы было все. Я помню, когда свободная зона у нас там возникла, я-то на самом деле довольно долго копался и смотрел, какие люди есть в этой области, да, мне хотелось, чтобы были все. А в реальности было только одно направление, то есть у меня сил хватало на развитие одного направления, из-за чего другие там страдали, они пришли гораздо позже и в очень сильно урезанном виде. Вот, здесь хотелось бы, чтобы кто-то взял на себя эту ответственность. Так, это, значит, первый такой физкультурный. Так, второе. Второй факультет, ну, назовем его Ясное Знание. Ясное Знание. Вот, у которого второе кодовое название было не школа, да, The Unschool. Ну, вот, и это тоже огромное направление, которое заключается в том, что... Ну, вот, я для себя еще такую интересную вещь понял, что... Я эту философию сформулировал еще когда вот семинар по английскому языку проводил. И сформулировал, что это не семинар по языку английскому, да, это семинар, на котором дается технология освоения языков, там, английского, китайского, неважно какого. Вот, и то же самое касается Ясного Знания, да, одно дело, некое образование, которое ты получаешь, а другое дело, это навык учиться, ну, знание о том, как учиться. Образование можно, то есть, я не призываю к тому, что нужно все институты разогнать, и что там, типа, Мунаков обучают, и вообще все это неправильно. Нет, в общем, контент можно получать там. Проблема большинства студентов, что они структуру в голове не могут выстроить. То есть, им большая часть современной образовательной системы заключается в том, что тебе некую информацию презентуют и потом экзаменуют. А самое важное, как бы, среднее звено, собственно, усвоения и изучения этой информации, оно отсутствует. Тебе просто дают учебник, говорят, учи. Через там месяц проверим, как бы, да, как учить, что делать, вообще непонятно. То есть, никто не объясняет, какие-то существуют наметки там альтернативные. Или пытаются, например, как-то контентом влиять, то есть, допустим, пытаются как-то там творчески перерабатывать учебники, там, как-то их, чтобы они интереснее были там и так далее. Это все вопрос не решает. То есть, человек учиться не может, ему хоть какой там, хоть самый интересный, хоть интерактивный, хоть там с видео, хоть с чем, он учиться не умеет просто, и все. То есть, для него это просто гора материала. Для него это просто содержание, контент. Он из него структуру построить не может. И, соответственно, вот такое направление есть, такая технология, ну, я называю технология самообразования, да, потому что образовываться-то можно где угодно. Как я уже говорил, можно в институт поступить или в университет. Вот, если ты умеешь учиться или как-то у тебя там сложилось так, что навыки эти сложились, то ты учишься. Если не сложилось, то, значит, все, дурак, тебя оценят плохо. И вот такая как бы штука. Да, ну, сюда у нас тоже, в принципе, были тринги. Проводились они даже, да, это ясное знание. Была попытка однажды его провести, да, это основы обучения, скажем так. Ну, в частности, вот есть книга Флеминга-Фанча, например, по этому поводу, которая является творчески переработанным и дополненным базовым руководством по обучению, которое в известных местах преподается. Был семинар «Ясный язык», как я уже говорил, про преподавание иностранных языков. Был семинар «Ясное мышление», посвященный общей семантике. Ну, тоже такой вот полууспешный проект. С одной стороны, материал действительно уникальный, его нигде никто не преподает. С другой стороны, он несколько так высокоабстрактный. Я вот в последнее время все думал, как бы сделать такой более плавный вход, потому что я предполагал, опять же, что люди умеют учиться. И вот я вам сейчас расскажу, какая замечательная вещь, там, коржибский, семантический дифференциал. Сталкиваешься с тем, что люди это просто воспринимают как некую очередную доктрину, которую, типа, ее можно, а, вызубрить, б, отвергнуть. То есть, как бы, вникать они не собираются. В чем смысл этого подхода, как бы, да, у них какая-то жесткая идентификация, что-то коржибский это придумал. Когда начнешь понять, почему коржибский вообще, какие-то вещи очевидные. Просто смоделируй, увидишь, что. Ну, он там как-то по-своему объясняет, ты можешь по-другому объяснять. В общем, не суть, как бы, как он это преподает. Он, понятно, в 30-е годы преподавал, у него там все было не так интерактивно, не так интересно, как сейчас. Сейчас можно по-другому придумать как-нибудь, я не знаю. Сделать вместо структурного дифференциала лестницу знания, там, повернуть ее вверх ногами, там, еще что-нибудь такое сделать. Вот, то есть, вот, четыре модуля, они уже были под это, ну, вот, у меня сюда попали. Ясное знание, еще раз скажу, ясный язык, ясное мышление. Ну, еще ясное детство я сюда записал, потому что, в принципе, материалы, которые я подбирал по поводу воспитания детей, тоже они сюда относятся. Тоже мельком я их периодически там упоминаю где-то, да, что вот есть такая штука, есть такая штука. Вот, это для меня уже интереснее, с учетом того, что у меня есть сын маленький, да, его как-то надо тоже учить. Ну, тоже, в общем, здесь, на самом деле, довольно много материалов, которые надо как-то систематизировать, собрать там и так далее. То есть, предварительную систематизацию я сделаю. Так, в качестве триггера ты написал такая, да, ненависть к современному официальному образованию. Ну, точнее, современное образование я бы образованием не назвал, да, как я уже говорил, это метод преподавания, который заключается в том, что тебе выдают гору материала и в конце экзаменуют, вот, что, в общем, не является обучением. Вот, человек, соответственно, как бы хочет учиться, но он не умеет учиться, его никто не может научить, вот, и, как бы, ничего не получается. В принципе, это соответствует по шкале формирования эго сознанию, да, формирование осознанного отношения вообще ко всему. Вот, на мой взгляд, из этой области огромное количество проблем возникает в современном обществе, начиная, там, от религиозного фанатизма, там, заканчивая, ну, всякого рода бредом. И вот, в том числе, это будет распространенный, не знаю, это вплоть до общественного устройства, на самом деле, то есть, можно довести, то есть, просто недостаток образования, ну, его и критикуют на этой основе, альтернативные все направления, критикуют именно вот это. Они говорят, что старая школа, придуманная по прусской системе, где воспитывали солдаты рабочих, которые были нужны в 20-е годы, когда была индустриализация, там, и так далее, и так далее. Вот, а сейчас уже у нас креативность всякая, там, IT, там, и так далее, и так далее. Как их воспитывать и образовывать, никто не знает. Редкие люди, самородки, как-то сами выбиваются, да, фирмы, которые пытаются этот бизнес как-то вывести на глобальную основу, они понимают, что от школы и от официального образования смысла никакого, поэтому они свою какую-то субкультуру пытаются порождать, там, Google пытается свою какую-то субкультуру породить, и вот, какие-то свои образования прямо на рабочем месте, там, да, и, в принципе, они там готовы людей брать прямо сразу после школы, да, которые там умеют читать и писать, и сразу их прямо начинать образовывать. Формально таким людям довольно трудно выдать диплом, потому что непонятно диплом, о чем им выдавать, вот. Вот, диплом о том, что он человек, непонятно, да, он ему не нужен, как бы, особо. Короче, все вот как-то так. Это второй факультет, да, мы его, там, в шутку можно сказать, педагогический, как бы, да, потому что он связан с тем, как учиться. Или даже не педагогический, а самообучательный, потому что в основном, конечно, все равно учиться-то тому, ну, учиться нужно тому, кто учится, как бы, да, преподаватель тут, ну, он может, конечно, помогать как-то, способствовать, ну, преподавать общую семантику, например, да, прикладную какую-то такую, да, в каких-то простейших вещах. Ну, это не более того. Это второе направление, оно большое, и, в общем, тоже стоит развивать, можно там развить вплоть до какого-то такого достаточно большого образовательного проекта. Вот. Так, вот, третий, соответственно, ну, третий, я его назвал, всяко-разно можно назвать, допустим, назовем его, там, ясная личность, предположим, да. Ясная личность, я его называю, потому что там по шкале формирования эго дальше идет личность, там идет тело, сознание, личность. Вот, это самое простое, да, это то направление, которое я развиваю, потому что это академия ясного коучинга. То есть идея здесь как раз в том, как прояснить все заряды, все желания, все цели. И, короче, по коучингу человека, да, ну, вот, собственно, все вот эти вот модули, которые у нас были, ясная энергетика, ясное настоящее, ясное будущее. Ну, ясная энергетика, там, основа и работа с переживаниями, ясный настоящий ремонт жизни, ясная будущее, постановка целей, ясный ум, символическое моделирование, работа с подсознанием, ясное пространство, вот, расстановки какие-то, ясные эмоции, эмоциональный интеллект, ясные роли, ясные отношения. Ну, и, может быть, еще там парочка каких-то семинаров, которые, может быть, я так активно не проводил, типа, там, ясные этики или там ясные реакции, которые тоже в какой-то степени к этому относятся. Вот, для меня это самое простое, там, в принципе, все уже собрано и набрано, может быть, дыры встречаются только в тех местах, где, ну, как бы, нужно контент набрать, да, структура, в принципе, есть. Вот, ну, и, наверное, видимо, так, анализируя свои проблемы, я понимаю, что, видимо, у меня тут наибольшая такая часть интереса была, наиболее недоработанная часть, потому что там-то вроде как бы такого особо нет. В школе я учился всегда хорошо, не потому что меня заставляли, потому что мне было интересно, и вот с телом как-то тоже вроде особо проблем не было таких, слава богу, спасибо генетике. Вот, дальше идет уже такое развитие, тоже много раз за последнее время мы как-то это затрагивали, четвертый такой факультет, ну, назовем его, так, какого цвета не было, я его назвал там у себя в раскладке «Ясная воля», исходя из того, что, опять же, там по шкале формирования, где там идет воля. Это относится к бизнесу, у меня написано «бизнес», «администрирование», «управление», «работа с группами». Я несколько раз проговаривал в всяких анонсах, что, в принципе, в планах есть некий второй эшелон академии, который будет относиться к работе с группами. И ко мне подходили люди, вот, Володя Багирук подходил, например, там, да, еще какие-то люди подходили, которые говорили, вот, да, интересно было бы это развить. Тут, конечно, интересно мне тоже с кем-то посотрудничать из людей, ну, больше из мира бизнеса, потому что я себя по-честному прям бизнесменом назвать не могу. У меня бизнес такой, я скорее фрилансер, чем бизнесмен. Тем не менее, есть тренинги, которые я для разных случаев готовил. Вот, в начале этого года я там с Росатом немножко работал, был у меня небольшой опыт работы со всякими корпорациями, в коучинговой компании когда-то я давно работал. Вот, и тут есть, в принципе, какие-то вещи, типа, ясные деньги, которые тоже к этому относятся, да, к ведению, управлению своей жизнью. Там, схема жизни, ясное намерение, ясное внимание, ясное общение, в принципе, относятся сюда. Хотя, может быть, они могут относиться к чему-то еще. Вот, идея такая, что взять некую, ну, вот, я как-то, я там говорил, да, бизнес, как вот, есть популярные все эти книжки, бизнес в стиле джаз, там, бизнес в стиле блюз, там, бизнес еще в каком-то стиле. Коучи сейчас продвигают такую тему, типа, бизнес в коучинговом стиле, то есть, такой вот, когда с людьми, там, применяешь все технологии коучинга, но целью при этом является некое построение организации и, там, гладкого управления с людьми. Вот, я помню, тогда еще цеплялся на том, что вот, когда про спиральную динамику на одной из конференций слушал, там, есть такой бирюзовый уровень, там, вот, рассказывали, что вот, есть такие фирмы, где-то там, и у нас, конечно, да, где люди вот как-то просто настолько прояснены в отношении своих внутренних проблем всех, да, что там нет офисов, там, нет какого-то контроля, там, да, просто люди формулируют цели, там, время от времени собираются, разбираются, кто что делает, там, обсуждают и расходятся. Вот, и вроде как бы формально нельзя ткнуть пальцем, сказать, что вот у них организация какая-то есть, и вроде как бы даже и нет. Тем не менее, работают гораздо эффективнее, чем вот эти старые такие, кондовые организации, где тебя там вызывают начальники, говорят, почему ты там каждый день опаздываешь на 15 минут. Вот, эта идея, она должна вызреть как-то еще, ее нужно опробовать на чем-то реальном, посмотреть, насколько это вот вообще возможно для современного общества, современных людей. Вот, ну, сами идеи есть, сами идеи есть, и материал тоже есть, и там книжки всякие есть разного рода, по крайней мере, на начальном уровне разбираться можно. Вот, потом дальше мы уже пошли, так сказать, фантазировать, да, подумали, что, наверное, это, да, пятый факультет можно назвать, например, ясное творчество, да, что там про креативность, ясное творчество. Тоже, как бы, тема модная, кое-где она затрагивалась, там, в частности, с теми же метафорическими картами, или с тем же, там, Сережей Брехановым, который, там, предлагал какие-то семинары проводить, там, и так далее, и так далее. И, в принципе, даже многие коучи пытаются какие-то тренинги проводить, да, вот, не знаю, там, арт-терапия, там, и так далее, и так далее. Развитие творческих способностей. Ну, тут я приписал себе, а, ну, вот я дальше не прошел, да, что если у нас, там, третий факультет ясной личности, это такая, можно сказать, системная практическая психология. Это слово психология такое подгаженное слегка, да, но тем не менее. Человек хочет научиться управлять личностью, своей личностью, или, там, клиентом своим, да, можно назвать, там, менеджмент личности, да, развитие личностного эго, я говорил. Четвертый факультет, соответственно, у нас некое системное управление, бизнес в коучинговом стиле, да, развитие воли, намерения, цели, полагания, структурности вообще. И вот, и бизнес это не обязательно подразумевается, какой-то, там, корпорация, завод или фирма, да, бизнесом может быть вообще один отдельно взятый человек, ему все равно нужно, вот, уметь, как-то организовывать свою жизнь. Сейчас, вот, пока говорил, вспомнил, что я, вот, в последнем подкасте я про это же рассказывал, там, да, что, рассказывал, как, там, составлять таблицу всего ценного, что ты можешь сделать, там, оценивать это, там, да, вот такие простейшие вещи, они, вроде, где-то есть в информационном пространстве, да, у меня в голове. Вот, я понимаю, опять же, что, а я, вот, в системном виде никогда это не формулировал, как-то, да, что, оно же есть, оно, там, по разным книжкам разбросано, вот, а так, чтобы в одном месте собрать и показать, что, вот, есть эффективная технология управления делами, вроде такого нет. Так, здесь у нас, ну, здесь я дошел, да, до ясного творчества, вот, у Сергея там есть проект Академия Уральской Любви, там, правда, больше перформанс такой, художественный, да, Но идея, тем не менее, присутствует, что это некое развитие творческого эго, развитие такой человечности, да, и вообще, как-то, вот, некая такая эстетика к этому всему, да, потому что, тут, посмотришь, как-то, все такое немножко, может, показаться занудным, да, вот, физкультура, школа, блин, какой-то, коучинг, бизнес какой-то, да, Как-то хочется все это дело, как Барри говорит, танцевать как-то хочется, да, чтобы она как-то танцевалась нормально, да, и это вот творческая сторона, она должна тоже развиваться. Вот, ну, и такая, еще один факультет, который сюда в систему хочется записать, да, назовем его Ясный Дух, Ясный Дух, самая неясная для меня область, ну, во-первых, потому что она, с одной стороны, требует некой такой зрелости во всех предыдущих вещах, вот, и почему я многие Многих, в кавычках, духовных учителей не особенно приемлю, потому что, ну, как-то, они как-то вот с этим пытаются работать, а вот это все предыдущее у них как-то в игноре, вот, и как-то там такие, пытался там слушать разных товарищей, да, они торгуют фиксированными идеями, по сути, да, они создают какую-то религию, а это, по идее, вообще не про это должно быть, это некое такое развитие в потоке, сейчас, особенно в последнее время, там, эти постоянные какие-то новости, связанные с РПЦ, какие-то совершенно такие, уже не поймешь, что там с ума сошел, Хочется вытескать, ребят, вообще, помните вообще, к чему вы вообще, изначально-то все это было у вас, вот, но, тем не менее, что-то есть, из этих вот наработок, да, то есть, такое уже, некое потустороннее, там, соло-практика 7, был такой у меня модуль, ясная фаза назывался, в какой-то степени шуньят и гностический интенсив к этому относятся, но я к этому тоже, как бы, отношусь, ну, как-то так, то есть, когда мне там говорят, вот, я там занимаюсь духовными технологиями, всегда возникает такое ощущение, что тут, скорее, такая игра ярлыков, да, то есть, человек чем-то занимается, да, я это называю, там, коучингом, а он называет духовным развитием, ну, окей, да, то есть, есть много коучей, которые, там, проводят какие-то семинары под названием, там, эволюционный коучинг, там, духовный коучинг, еще какой-то коучинг, вот, и как-то, да, все это, в общем, такое, границы теряются, как бы, да, поэтому, для меня, вот, это вот, такая, наиболее, или наиболее, неясный, короче, неясный дух тут такой, вот, но, тем не менее, такая тема явно присутствует, как бы, да, то есть, некая такая духовность, некая, духовность в смысле, некой, некой потусторонности, да, нашего существования, в том смысле, что, кроме всего материального, ну, наверное, только вот ясное творчество, да, оно уже выходит за рамки материального, да, тут, как бы, все такое довольно материальное, вот, есть, там, типа, тело, есть, вот, типа, образование надо получить, вот, там, как-то себя, там, подготовить к целеполаганию, бизнес какой-то построить, вот, и потом возникает же вопрос, а зачем все это дело, да, то есть, хочется как-то жить красиво, и как-то развиваться, и как-то, там, выполнить свою миссию здесь, да, и как-то пойти дальше, наверное, да, там же что-то есть, должно что-то быть, вот, даже если нет, надо это придумать, вот, вот, такая, как бы, вот, такие шесть направлений, я, без сомнения, думаю, что на каждой из этих направлений, нужен отдельный человек, который всем этим будет руководить. По крайней мере, хотя бы в роли менеджера. Совершенно не факт, что он сам будет контент создавать. Должен быть человек, который все это упорядочит, распланирует стратегически и будет это все дело продвигать. У меня за последнее время, если проводить мне сессию на тему того, почему я упорно не хотел на себя брать роль того, кто планирует. Не идет и все, не хочу. Хочу контент порождать, а планировать не хочу. Пусть кто-нибудь другой спланирует. На самом деле такое ощущение, что это тоже какой-то заряд. Планировать, конечно, надо мне изначально. Я еще в глубину спланировал некие вещи, которые тоже сейчас закончились. Спланировал в глубину. Я просто хотел рассказать тем, кто это будет смотреть. Сейчас пока слушали, подумать, какое направление может быть вам интересно и какое направление вы можете взять на себя, начать его курировать и как-то развивать новый университет. И как это может выглядеть в современной обстановке, где большая часть делается продвижение через интернет с использованием средств, которые раньше были недоступны. Я сейчас сидел, думал, подумал, что в 2008 году, например, когда я начинал тренингами заниматься, не было социальных сетей, как таковых. То есть они были, но никто их внимания не обращал. А сейчас это очень горячая такая тема, и мало кто реально умеет пользоваться какими-то такими инструментами, чтобы они на 100% работали. Ну и куча всяких других вещей появился. Тот же инфобизнес, например, который буквально за последние пару лет выстрелил еще в 2008 году, когда мне показывали все эти ссылки, я так пожимал плечами и говорил, что за ерунда. Ну и в принципе, то, что мы делали, этого было вполне достаточно, чтобы собирать на семинары группы по 40 человек. Ну как-то рассказал всем, они и пришли. А сейчас, видимо, рынок уже перенасыщенный, возникает какая-то конкуренция на этом рынке. Все слова уже избиты, все истертое. То есть что-то такое сказать человеку, чтобы он как-то среагировал, о, это что-то необычное, новое, уже невозможно, потому что уже все, уже все, о чем можно, проговорили. Вот уже начинается злоупотребление словами, как я уже говорил, там вот я смотрю, там делают продающую страницу, вот мы занимаемся коучингом, да, читаешь, там, ну какой же ты коучинг? Это не коучинг, это чисто образовательная программа, там никого коучинга нет вообще в принципе. Коучинг – это искусство правильно задавать вопросы, а там тебе вопросы не задают, там тебе задания дают. На, вот так вот делай, все. Совершенно не коучинг. Вот, поэтому я хотел, ну, больше может быть для себя, ну и для общей картины прописать, что примерно нужно будет делать и кого может быть в команду себе набирать, да, если ты сам этого делать не умеешь, то есть кто там должен быть там. Вот, ну и частично, в принципе, материалы есть, по каждой позиции, которую я пропишу, материалы, они уже подготовлены в какой-то степени, да, это, опять же, нужно будет отсортировать, ну и в какой-то степени отсортировано, что есть, посмотреть, что нету, набрать каких-то людей и начать работать. Причем вполне возможно, что какие-то люди будут у нас работать, как бы, ну так, на пересечении. Допустим, человек, который будет заниматься сайтом, он может работать на, ну, так сказать, по всем направлениям понемногу. Или человек, который будет заниматься там вебинарами или трансляциями, он может заниматься по всем этим направлениям, трансляциями, он просто, так сказать, техническим сотрудником может быть. Нам сейчас главное, чтобы появился некий директор у каждого направления, который четко распланирует стратегию, даты, сроки, что, когда, поймет, кого нужно сюда подогнать, кого нужно нанять или увлечь перспективой и красивыми обещаниями, и как начать это развивать. Сейчас на следующем листочке напишу, как оно в глубину.